Дворовая практика 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 в последней неделе наблюдается рост заболевших COVID-19. Заместитель губернатора Давид Милий-Гусейнов посоветовал работающим жителям региона перейти на онлайн-формат. А если нет возможности трудиться дистанционно, то следует периодически сдавать ПЦР-тесты и дважды в день измерять температуру, чтобы не подвергать рискам себя и своих близких. Если вы наемный работник, поговорите с вашим работодателем о том, чтобы перейти на удаленку. Соблюдайте масочный режим даже те, кто сделал прививку, отметил чиновник. Также заместитель губернатора напомнил, что заболевшие коронавирусом должны находиться на карантине 10-14 дней и посоветовал помогать им, но без риска для собственного здоровья. Кроме того, лица, которые контактировали с COVID-19 больными, должны самоизолироваться, чтобы не распространять инфекцию. По мнению Милий-Гусейнов, заболеваемость коронавирусной инфекции будет расти в течение трех недель. Затем ожидается плато примерно на такой же период. Плавное снижение произойдет в августе. Также он сообщил, что по прогнозам подъем будет более интенсивным, чем год назад, но уровня пика второй волны может и не быть. Министр здравоохранения рассказал, что более 95% всех болеющих – это непривитые. Особенно тяжело протекает болезнь у пожилых, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Тех, кто уже болел более 4%, легкое и средне-тяжелое течение болезни. Симптоматика больше похожа на ОРВИ, редко пропадают вкусы и запахи, а у многих течение болезни бессимптомное. Тех, кто привился – менее 1%. Пока преобладает легкая форма. Вакцина работает, отметил замгубернатора. Отмечают единичные случаи, у кого после прививки не образовались антитела. Например, в Сарове был такой случай. Но в этих казуистических эпизодах надо еще много разбираться. Однозначно говорить, что не выработались антитела нельзя. Многие эксперты сравнивают корону с испанкой. Но испанка закончилась так же внезапно, как и началась, сразу после третьей волны. «Хочется верить, что и в этот раз свирепый вирус успокоится. Но вакцинация сможет сделать эту угрозу управляемой», – заключил министр. Коронавирусные ограничения ужесточают по всей стране. В Москве введены нерабочие дни на этой неделе, закрыты фудкорты в торговых центрах, а рестораны работают по ночам только на вынос. Частично по стопам столицы пошел Петербург, где сейчас проходит Евро-2020. Там закрывают фудкорты, запрещают ресторанам и кафе работать по ночам, а заполняемость кинотеатров снижают с 75 до 50%. В Подмосковье на месяц запретили проведение массовых мероприятий. Элитный алкоголь за 11 тысяч рублей пронес мимо кассы «Саровчанин» в одном из торговых центров на улице Московской. Директор магазина заявил о краже в дежурную часть. Посмотрев записи с камер, полицейские установили личность злоумышленника. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. И вновь доверчивый житель нашего города становится жертвами мошенников. Несмотря на все предостережения, подобные случаи происходят раз за разом. На прошлой неделе на удочку злоумышленников попалась молодая женщина. Неизвестный позвонил, представился сотрудником банка и сообщил «Саровчанке», что на ее имя пытаются оформить кредит. По его словам, операцию заблокировали. Теперь женщине надо перевести все деньги на безопасный счет. Злоумышленник не только вынудил перевести ее личные денежные средства в сумме около 60 тысяч рублей на его номер сотового телефона, но и взять кредит на сумму чуть более 400 тысяч рублей, в результате чего ущерб «Саровчанке» был причинен в сумме около 500 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Саровчанин попал в больницу после встречи с неизвестным на пороге своего дома. Незнакомец напал на мужчину, угрожал ножом, избил его и украл тысячу рублей. Однако сотрудник МППС по горячим следам нападавший был задержан. Им оказался ранее судимый гражданин К. Возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса, а также направлено ходатайство на начальника главного управления о поощрении как раз этих сотрудников МППС. На дороге города за минувшую неделю произошло 8 ДТП, 6 с материальным ущербом и 2, в которых пострадали люди. Водитель с 50-летним стажем за рулем Киа на улице Харитона съехал на обочину и наехал на опору уличного освещения. В результате ДТП мужчина получил перелом верхнего конца локтевой кости. Изначально водитель не обратился к нам с регистрацией ДТП, не обратился же он и в приемный покой, попытался с места ДТП увезти автомашину, чтобы до концов не найти. Но, тем не менее, наши инспектора это увидели, ДТП зарегистрировали, составили на него в том числе и протокол по статье 12.33, это повреждение средств организации дорожного движения. Еще одно ДТП произошло на перекрестке проспекта Музрукова, улица Советская. Такси за рулем служебной машины при повороте налево на зеленый сигнал светофора не пропустил «Шевроле», которое двигалось со встречного направления прямо. С телесными повреждениями водители такси госпитализировали в травматологию. Кроме того, за праздники сотрудники ГИБДД задержали шестерых саровчан, которые сели пьяными за руль. Из них двое повторники в отношении них возбудили уголовные дела. Заканчивается летняя смена в лагере «Искорка дворца детского творчества». За три недели школьники смогли не только отдохнуть и восстановить свои силы после напряженного учебного года. Ребята посетили с экскурсиями музея, побывали в театре и библиотеках, поучаствовали в мастер-классах. Особо детей впечатлил визит в мастерскую «Армира». Воспитанникам детского лагеря «Искорка» представилась уникальная возможность окунуться в удивительный мир древней истории и почувствовать себя настоящими воинами. Для ребят подготовили интересную программу о самых интересных и значимых моментах в истории Руси. Давали, по сути дела, такие базовые знания про древнюю историю Руси, ну, скажем так, военную историю. Ну, первоклассникам, понятное дело, рассказали самое простое, про богатырей, ну, как бы с небольшой подводкой, скажем так, к историческим событиям. Про Александра Невского рассказали, про Ивана Грозного. Повествование начали со времен Ильи Муромца, одного из самых знаменитых блинных героев. Ребятам рассказали, как жили воины Руси, с кем они сражались и показали, какое у них было оружие и обмундирование. Про разное оружие говорили, про царей, про рыцарей. Нам рассказывали про разное оружие и какие им задавали вопросы. И у меня был один балл, мне дали браслет. Я узнала то, какие нападали на нас люди. Я не знала, что был первый царь Иван Грозный. Экскурсия никого не оставила равнодушным. Каждый хотел попробовать натянуть стрелковый лук и подержать в руках меч, чтобы узнать, как сложно было воевать в то время. По словам детей, им очень понравилось взаимодействовать с оружием и обмундированием. Мне понравилось узнавать новое. То, что я узнал намного больше, чем я знал об «Армире». Весь «Армир», потому что я никогда не видела там настоящих оружий. После экскурсии посетители «Армира» сделали памятные фотографии. А самые любознательные и активные ребята, которые правильно ответили на все вопросы организаторов, получили памятные призы. В Сарове продолжается проект «Дворовая практика». На нескольких площадках в разных районах города педагоги и активисты Центра внешкольной работы по будням организуют для школьников развлекательные и познавательные программы, проводят спортивные соревнования. Накануне Дня России там прошли мероприятия, посвященные этому празднику. Какие символы есть у нашей страны? Какое значение имеют флаг, герб и гимн? Какие великие открытия совершали россияне? На эти и другие вопросы в рамках воркшопа «День России» ребятам ответили педагоги и активисты дворовой площадки «Опен Саммер Саров». Для ребят подготовили викторину о России, в ходе которой им нужно было показать, что они знают о нашей стране. После опроса мальчишек и девчонок ждало задание посложнее. Им предстояло поучаствовать в интеллектуальной эстафете. Нам задавали вопросы, и на счет мы должны были здесь найти ответы правильные. Михаил Затунаев – постоянный гость дворовой площадки. Участвуя в викторине, он правильно отвечал на все вопросы организаторов. По признанию мальчика, он увлекается историей и любит искать интересные факты. А такие мероприятия помогают проверить свои знания и узнать что-то новое. Я для себя узнал, что у нас двуглавый Орел, и что у нас очень большая страна. И мы по численности третье место. В конце воркшопа ребята вместе с волонтерами сделали тематические сердечки с изображением флага России, которые они смогут использовать для фотосессий. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!